Итак, всем привет! Сегодня я расскажу об отборе, сортировке и упорядочивании фотографий. Почти единогласно фотограф исходится в том, что лучшая для этого программы это фотомеханик. Выглядит она вот так вот. Сбоку обычный поиск нужной нам папки, нажимаем на неё, открываем её, она у нас здесь открывается. Если вы снимаете на два фотоаппарата, обязательно смотрите, чтобы в ваших фотоаппаратах было выставлено в обоих фотиках правильное время. Заоткрыли здесь фотографии, зашли вот сюда, выбрали Capture Time и все фотографии у вас синхронизируются по времени с двух фотоаппаратов. Это очень удобно. После того, как мы всё синхронизировали, нажимаем Ctrl-A, выбираем Rename Select Photo, здесь заходим вот сюда, сбрасываем предыдущие наши переименования, нажимаем ОК, Rename. Все фотки будут переименованы. Теперь фотографии с двух фотоаппаратов у нас синхронизированы по времени. Нажимаем два раза, она открывается у нас во весь экран. Здесь сбоку мы видим данные по съёмке, какой объектив, какая диафрагма была, скорость затвора и прочие настройки нашего фотоаппарата. Какие главные плюсы фотомеханика? Это самая шустрая программа из всех аналогов. То есть вот так вот, даже на слабых компьютерах будут листаться RAW-файлы. Никаких подтормаживаний, никаких подгруживаний, ничего не происходит, всё открывается моментально. Что является огромным плюсом по сравнению с Lightroom. Вторая особенность в том, что в отличие от Lightroom он показывает не RAW-файлы, которые он как-то сам открыл, которые у них серые, невзрачные, некрасивые, а показывает скрытый JPEG-файл, который выглядит намного приятнее и интереснее. И сортировать фотографии, когда вы смотрите JPEG, намного приятнее, чем сортировать фотографии, когда вы в Lightroom видите RAW-файлы, которые Lightroom сам как-то открыл и показывает их такими серыми и некрасивыми. То есть это не только быстрее, но это морально приятнее и интереснее, чем это делать в Lightroom. Также плюсиком и минусиком мы можем приблизить или отдалить фотографию. Для того, чтобы фотография автоматически подстраивалась под размер нашего экрана, можно нажать зум вот здесь вот или звёздочку на боковой панели. Цифрами от 1 до 8 фотографиям можно присвоить различный цвет в зависимости от значимости. Моя же сортировка происходит всегда только одной цифрой и пятёркой, нравится или не нравится. То есть я правой рукой листаю на стрелочке фотографии, та фотография, которая мне нравится, ставлю ей пятёрку, листаю дальше. Смотрю нравится, ставлю пятёрку. Смотрю, мне эта фотография нравится больше, возвращаюсь, ставлю предыдущий нолик, то есть отменяю пятёрку, ставлю нолик, то есть убираю все цвета, возвращаюсь на эту, ставлю пятёрку, листаю дальше. И вот так вот, очень быстро, без подтормаживания, смотря фотографии именно красивой JPEG, а не то, что расшифровал Lightroom RAV, я довольно быстро отсортировал. То есть первый раз я сортирую с запасом, я ставлю пятёрку и тем, которые очень нравятся, и тем, которые так себе, на всякий случай. То есть я специально делаю чуть больше, чем мне нужно фотографий. В среднем 2-3 тысячи фотографий можно сортировать за 2-3 часа, наверное, плюс-минус. После того, как мы отсортировали, закрываем окно, и вот здесь вот у нас есть снизу цвета. Я нажимаю вот этот чёрный, это означает убрать все не отсортированные фотографии. Сейчас он мне показывает только отсортированные фотографии, те, которые я выбрал. Допустим, мне нужно отобрать порядка 700-800 фотографий с полного рабочего дня, и за первый отбор у меня отобралось сейчас, допустим, 1000 фотографий или там 1200 фотографий. Сейчас он мне показывает только те, что я выбрал. Я отдыхаю с полчаса, с час обычно, там, ем, смотрю телевизор, делаю что-то по дому, и сажусь за повторный круг отбора. Открываю уже эти фотографии, нажимаю на них, и теперь он мне будет показывать только то, что я отметил зелёным. Листаю ещё раз, и те, которые я не уверен в них, которые не очень хорошие, я им ставлю нолик. То есть снимаю выделение. Оставляю только 100%, какие мне нравятся. После этого захожу вот сюда, нажимаю опять вот на эту чёрную последнюю кнопку. То есть прошу его показать мне все вообще фотографии, независимо от выделения. И нажимаю на зелёную. Нажав на зелёную, я ему сказал, что убрать отсюда все фотографии, которым я поставил 5. Получается всё, то есть все фотографии, которые я отсортировал, у меня убраны, остались только те, которые не прошли сортировку. Нажимаю Ctrl-A и нажимаю Delete. Что здесь важно? Когда я прихожу со свадьбы, я сбрасываю всё сначала на компьютер, потом тут же дублирую на внешний жёсткий диск. После этого сортирую их на компьютере, все ненужные удаляю. Но если вдруг что-то случится, вдруг я удалил какую-то важную фотографию, у меня всегда это хранится на жёстком диске. Какие ещё могут быть здесь проблемы? Допустим, я сортировал, и вместо... Допустим, в какой-то момент я просто что-то задумался, и у меня палец стал стоять не на пятёрке, а на четвёрке или на шестёрке. И я часть фотографии отсортировал с шестёркой. То есть смотрите, что получается. Мы сейчас прячем все невыбранные фотографии, прячем все зелёные. У нас есть ряд, который я отсортировал не той цифрой. То есть палец у меня соскользнул с пятёрки на четвёрку или шестёрку. Обязательно это проверять. То есть обязательно, если вы будете сортировать по моей же системе, только пятёрка, обязательно закрывайте все чёрные и все зелёные, чтобы увидеть, нет ли у вас вот таких вот цветов. Иначе получится, что если вы после сортировки нажмёте просто скрыть все зелёные, увидите, что вот остались одни невыбранные, нажмёте Ctrl-A и удалите, может произойти такое, что вместе с этим удалятся фотографии, которые были отсортированы вот другой циферкой у нас, да? Ну, вроде понятно. То есть сортировка проходит очень быстро, сортировка проходит одной рукой, она лежит вот на клавиатуре, большой палец листает вправо-влево, этот ставит пятёрку, листает, ставит пятёрку, листает, ставит пятёрку. Если вдруг возвращаются назад, ставлю ноль и опять листают, ставят пятёрку. Так проходит вся сортировка. И если вдруг вы не глядя, соскользнёте пальцем и вместо пятёрки какое-то время будете ставить четвёрки, не проверив это, бахните всё, вы потеряете часть фотографий, которые отсортировали. То есть после сортировки, когда мы всё закончили, закрываем это окно, заходим сюда. Зелёный отвечает за пятёрку у нас, а вот последний, который такой чёрный, отвечает за невыбранные фотографии. Но обязательно мы говорим, спрячь все невыбранные фотографии, спрячь зелёные, чтобы увидеть, есть ли у нас какой-то косяк. То есть если какой-то косяк у нас есть, можно быстро присвоить ему пятёрки и уже спокойно, ещё раз проверив, что у нас нет никаких других цветов, показать только зелёные и всё. И убедиться, что теперь у нас всё выбрано правильно. Убираем зелёный, включаем невыбранные, нажимаем Ctrl-A и удаляем все эти фотографии. После этого открываем их в Lightroom и уже спокойно начинаем обрабатывать. Что ещё здесь есть интересного? Если вы фотографировали что-то для себя, но по привычке в основном стоял RAW-файл, вы не переставили его в JPEG и вы не хотите, если он заморачивается с фотографиями, но не хочется сырой JPEG, смотрите, потому что он некрасивый будет, можно выделить часть нужных вам фотографий, нажать правой кнопкой и здесь есть Save Select Photo Как. И здесь у нас по умолчанию он предлагает сохранить JPEG. То есть он вытаскивает из RAW-файла вшитый JPEG и именно вот таким красивым он его вам сохраняет куда-то. Эти фотографии можно в принципе даже полноценно обработать. Если у вас нет в таких фотографиях проблем с балансом белого и проблем с пересветом или недосветом, то их точно так же полноценно можно обрабатывать в Lightroom как хорошие фотографии. Какой ещё момент? Если у вас Windows, то вы можете смело вставить любой фотомеханик, он у вас будет работать классно, быстро, без проблем. Если у вас Mac, то здесь могут быть проблемы. Последние фотомеханики очень часто почему-то на Mac'ах подглючивают. То есть через 15-20 минут начинают исчезать вот эти превьюшки, дёргаться, и Кате что-то непонятное с ними происходит. То есть здесь либо этого нет никогда, либо это есть всегда. И многие, кто на Mac'ах, на это жалуются. Под видео будет полное название той версии, которая 100% хорошо идёт на всех Mac'ах. То есть это так же будет фотомеханик 5, а дальше какие-то циферки. Более точное название этой версии. В Lightroom я не делаю сортировку по двум причинам. Во-первых, он подтормаживает и проходит какое-то время, прежде чем я могу понять резкая или не резкая фотография, и принять решение, сохранить её или не сохранять, выбрать её или не выбрать. Во-вторых, когда мы смотрим RAW-файлы в Lightroom, то они у нас показываются не такими красивыми, как фотомеханики, неприятный JPEG показывается, а показывается то, как Lightroom расшифровал наш RAW-файл, а значит они серые, блеклые, невзрачные. И пока ты, учитывая ещё эти подтормаживания, полдня или день отбирал фотографии, ты уже испортилось настроение, и пропало всё желание что-то обрабатывать, потому что ты целый день смотрел на серые и некрасивые фотографии. Если кому интересно, почему меняются цвета, и проблемы вообще с тем, что цвета в фотошопе, в Lightroom, в выкладывании, в интернет меняются, и скачут, и живут своей жизнью, то в описании будет ссылка на видео, которое рассказывает, почему цвет часто меняется против вашего желания. Чем я пользуюсь в Lightroom, и что действительно важно и помогает? В Lightroom есть такая штука, как менять очерёдность фотографий. В обычном режиме она не работает. Нужно зайти в сортировки. Если сортировки здесь не горят, зайдите вот в этот значок и выберите, чтобы здесь стояла галочка, где сортина. Тогда у вас появится вот эта штука. Обратите внимание, что если у вас будет стоять вот здесь, вот в папке библиотека, в тех папках, где у вас лежат фотографии, не главная папка, в которой лежат фотографии, то у вас этой штуки здесь не будет снизу. Вам нужно обязательно выбрать ту папку здесь, в которой лежат ваши фотографии. В папке 4 декабря есть еще одна папка 4 декабря, и вот в ней лежат RAW файлы. Именно ее нужно выбрать, тогда зайдя сюда, мы увидим здесь вот такой вот кастум ордер. После того, как мы это выбрали, мы можем перемещать, менять очередность фотографий. Это очень важно, потому что отдавая свадебные фотографии, очень важно, чтобы у вас была история, какая-то целостность событий. То есть, когда невеста открывает фотографии, важно, чтобы сначала был какой-то подготовительный этап, чтобы сначала шли фотографии с колечками, с аксессуарами, с платьишками, какие-то начальные события, и потом уже плавно фотографии подходили к ней и показывали невесту. То есть, будет очень-не очень, если невеста открывает свадебные фотографии, а первое, что она видит, это сразу же ее лицо, где она еще толком не накрашена, ее красят. У нее еще не создалась атмосфера свадебная, не создалось правильный подход, А тут она уже видит себя и не накрашенной, а еще какая-нибудь подружка рядышком скажет, что что-то ты здесь не очень и настроение испортится. То есть нам важно, чтобы первые фотографии были не невесты, но были при этом красивые. И поэтому важно иметь возможность так вот перетаскивать фотографии и упорядовать их, как им нам надо. Но во время съемки, в день свадьбы, у меня нет возможности снимать все в строгой последовательности. То есть будет очень глупо, если я пришел на сборы, там происходит что-то интересное, там мама варит пельмени и угощает ими невесту. А я это не фотографирую, а фотографирую какие-то украшения, какую-то бижутерию, потому что мне так нужно для порядка фотографии. То есть разумеется, во время свадьбы я снимаю все хаотично, пытаюсь ухватить все самые интересные моменты, которые происходят на сборах, а уже потом упорядочить их вот здесь вот. То есть помним, если у нас выбрано здесь что-то другое, не корневая папка, где лежат фотографии, вот здесь вот не будет этого режима. Нужно зайти сюда и выбрать ту папку, в которой лежат ваши фотографии. Тогда этот режим здесь откроется и вы сможете перетаскивать все фотографии. При экспорте они будут экспортироваться так, как они сейчас стоят здесь вот, с учетом всех ваших перетаскиваний. Принципиально не буду рассказывать о сортировке в Lightroom, потому что это очень трудоемкий процесс. Он занимает времени даже на хороших компьютерах раза в три дольше, чем это происходило бы на фотомеханике. И при этом он еще и портит настроение, показывая серые некрасивые RAW, а не красивый, приятный JPEG, как это делает фотомеханик. То есть не поленитесь, либо сами, либо попросите друзей, кто вам ставил Photoshop и Lightroom, найти, скачать фотомеханик, установить очень легко, ставится он без каких-либо проблем. Приходя со свадьбы, открываю компьютер, захожу в папку свадьбы, здесь выбираю нужный мне месяц, выбираю, создаю папку с датой сегодняшней свадьбы. Это делается просто для удобства, чтобы вот здесь вот, когда я экспортирую их в Lightroom, у меня были даты свадеб, которые я обрабатываю. Так проще. Если эту папку не создавать, а сразу сюда вывалить фотографии, то потом у меня будет перемешка из RAW, из слайдшоу, из фото для просмотра, фото для печати, этим будет мне удобно пользоваться. То есть я создаю вот здесь вот папку 18 сентября, копирую туда все RAW, их обрабатываю, экспортирую из Lightroom все в папку фото для печати, применяю к ней мой основной пресет из Photoshop и еще раз эту папку просматриваю в фотомеханике, для того, чтобы убедиться, что все у меня везде, пресет лег нормально, что нет никаких неудачных кадров, что я ничего не просмотрел. Просматриваю именно в фотомеханике, потому что он красивее всего показывает фотографии, он всегда показывает правильную резкость, не применяет никаких сглаживаний и прочего, то есть на нем я вижу, как легли шумы, на нем я вижу все таким, каким должно быть. Если все меня устраивает, я эти все файлы копирую, вставляю их в папку фото для просмотра и применяю к ней пресет сжатия, и они сжимаются. Эти фотографии можно выкладывать в интернет, и эти фотографии лучше всего смотреть на компьютере. А папка для печати, они либо для просмотра на больших телевизорах, либо для печати, это все молодоженам отдаю. После того, как все готово, открываю папку фото для печати, сделаю здесь изображение покрупней, смотрю фотографии и с контролом выделяю те, которые мне нравятся. Так я отбираю фотографии для слайд-шоу. То есть выделил сколько надо, здесь я вижу, что число внизу показывается, сколько я фотографий выделил, в среднем 45-55 фотографий, чтобы слайд-шоу было хорошее и не слишком быстрое, не слишком медленное. После того, как я выделил все фотографии с контролом, нажимаю, здесь есть папка копии, копии селект фото. И здесь я выбираю, нажимая копии, мне предложится выбрать, куда я это хочу копировать. Здесь у меня создается папка слайд-шоу. Из них я делаю слайд-шоу, и опять же слайд-шоу вот сюда вот сохраняется, в эту папку. То есть все лежит аккуратно, нет никакой сыты. Потом это все сжимаю и отправляю через файлообменник. Пока в этом самая удобная система, может у кого есть удобная, поделитесь, будет интересно. Надеюсь было полезно, пишите, задавайте вопросы, с радостью, чем смогу, помогу.